да вот здесь вот порядка двух киловатт то есть сумма по фазам будет 2 плюс 2 так и здесь у нас мощность процентов 4 3 4 4 киловатта ну приблизительно вот определяет мощность вот такие вот токовые клещи плюс еще у них есть функция bluetooth для подключения к android устройствам для записи логов но и напоследок сделаем небольшой обзор щита с помощью тепловизора вот мы видим греющиеся кабели да не так у нас происходит нагрев клеммы греется ну температура здесь в пределах нормы порядка 30 до 40 градусов это вполне нормально вот мы видим включенные реле так несмотря на то что у них есть индикаторы есть три реле без индикаторов то есть пойди знай включены они или нет с помощью тепловизора можно проверить состояние этих реле монтаж еще не до конца закончен то есть в принципе осталось подключить пожарные линии для отключения установки случае пожара в случае закрытия противопожарного клапана огнезадерживающего так называемого вот такими вот приборами я пользуюсь достаточно удобно я уже не говорю о том что им можно как мультиметром проверить напряжение причем абсолютно автоматически режиме не без разницы постоянный переменный ток на 380 до 397 вольт показывает знак опасности поражения электрическим током в принципе 24 вольта попробую сейчас зацепиться на ней не очень удобно здесь одной рукой это все делать то же время снимать никак не дойдет ко мне из китая осьминожка да вот 27 вольт на выходе трансформатора здесь вот у меня будет смотрите вот как работает автоматический выбор режима измерения вот здесь вот у меня покажет по стоянку 24 вольта он переключился режим 20 постоянного напряжения показывает что это постоянка 4 вольта также можно автоматическом режиме использовать клещи для измерения прозвонки измерения сопротивления нельзя указывает короткое замыкание пищит и вот образом в режиме автомат если я переключу в режим измерения сопротивления он пищать не будет до стеки одной рукой не очень удобно делать да вот нулем чем выбор пределов у него кстати диапазон измерения сопротивлений до 100 килоом всего то есть мегаома он не берет но на самом деле это не очень принципиальный момент так как мерить больше 100 кило он редко когда в край приходится поэтому его предела вполне достаточно вполне также него есть прозвонка в режим типовая прозвонка неудобно одной рукой режим прозвонки и режим определение диодов здесь конечно для обычного электрика это вполне удобно но есть только два показания бэд и гуд где в режиме короткого замыкания на щупах он показывает что диод пробит бэд вот если подключить щупам диод он покажет что все у него хорошо все замечательно можем попробовать а не достану я сейчас вот этот индикатор там внутри диод и можно было попробовать проверить нужно вытаскивать реле поэтому я это делать не буду вот такой вот инструмент компании флир удобный да стоит каких-то определенных денег но он дешевле чем некоторые модели флюка из аналогичных я видел аппу но у него отсутствует блютуз может немножко как-то удобнее дисплей но честно говоря это уже на любителя делайте свою работу быстро и качественно успехов всем счастливо